Airbook Pro 8s флагманский e-ридер в линейке Iron и обновление очень интересной прошлогодней модели. Что же поменялось в этой 8-дюймовой читалке? Книга поставляется в довольно крупной коробке из черного плотного картона. Внутри также находится краткое руководство пользователя и USB кабель. Зарядным устройством Airbook Pro 8s не комплектуется. Внешне ридер почти не изменился. Это довольно компактная и легкая, как для такой диагонали, читалка. Корпус из матового пластика с легким софт-тач покрытием, так что ридер совсем не скользит, а благодаря чью сглаженным краям удобно лежит в руках. Airbook Pro 8s лишился аппаратной кнопки Home, которая была у предыдущей модели, а все разъемы переместились на нижнюю грань. Здесь можно найти миниджек для наушников, разъем microUSB и кнопку включения. Плюс у новой модели появился слот для карт памяти microSD. Аппаратных кнопок у ридера нет, перелистывание страниц выполняется касанием к сенсорному экрану. Airbook Pro 8s это не обычная читалка с базовой функциональностью, а скорее Android-планшет с экраном на базе E-Ink. По сравнению с Pro 8 новый ридер получил заметное обновление аппаратной платформы. Здесь установлен восьмиядерный ROG-SHIP RK3368, оперативной памяти стало 2 ГБ, плюс аккумулятор был заменен на более емкий – 3100 мАч. Встроенное хранилище осталось неизменным – 16 ГБ, но теперь его можно нарастить с помощью карты памяти. Ридер работает под управлением Android 6.0.1 с оболочкой оптимизированной под чтение книг. Основное меню состоит из трех экранов – дом, последние книги и приложения, статистика чтения, книги, собственно библиотека, и апс, меню установленных приложений, доступ к настройкам и магазину Google Play. Отметим, что апгрейд аппаратной платформы положительно сказался на отзывчивости системы. Airbook Pro 8s работает заметно быстрее прошлогодней модели. Определенное запаздывание реакции у ридера обусловлено уже лишь инерционностью экрана E-Ink. Библиотека может быть в виде списка или миниатюр обложек, их можно группировать в категории, складывая файлы в папки. На миниатюрах показывается прогресс чтения. Встроенная читалка поддерживает больше десятка популярных форматов, включая FB2, EPUB, PDF, MOBI и другие. Родное приложение удобное, позволяет отформатировать текст по своему вкусу, указать периодичность полного обновления экрана, управлять контрастностью текста и изображений, а также менять горячие зоны сенсорного экрана. Если же вы привыкли к определенному ридеру на своем Android-смартфоне, его можно установить из Play Market. Также владелец Airbook Pro 8s может использовать сервис Play книги для покупки литературы прямо в Google Play. К ридеру можно подключить наушники, как обычные проводные через миниджек, так и беспроводные по Bluetooth и слушать аудиокниги или просто музыку во время чтения. Для этого, опять-таки, достаточно установить любой аудиоплеер или обычный музыкальный или специализированный для аудиокниг. В Airbook Pro 8s используется дисплей E-Ink карта HD с диагональю 7,8 дюймов. Разрешение экрана 1404 на 1872 точки, плотность пикселей 300 dpi. Экран сенсорный, имеется встроенная подсветка с 24 градациями яркости. На нулевом значении подсветка полностью отключается. И у нее есть два цветовых режима, нейтральный и теплый. Второй оказывается комфортнее для длительного чтения в полумраке. Это, пожалуй, максимальная диагональ экрана среди компактных ридеров на базе YING. Обычно они не превышают 7 дюймов. У Airbook Pro 8s экран по размеру примерно соответствует странице типичные карманные книги в мягкой обложке. Разрешения при этом хватает для того, чтобы даже мелкий шрифт выглядел гладким без лесенок. Читать журналы в PDF или любые другие документы формата А4 при большом желании и остром зрении можно, но экран все-таки маловато для комфортного чтения такой страницы целиком. Если же переключиться на альбомный вариант, в котором на экране показывается только половина страницы документа, то читать уже вполне можно, но не слишком удобно. По сравнению с прошлогодней моделью, Airbook Pro 8s стал заметно отзывчивее в режиме планшета. Получил теплый оттенок подсветки и более новую версию Android с обновленной оболочкой. Из менее заметных нововведений отметим более емкий аккумулятор и поддержку карт памяти. Цена, конечно, кусается. За такие деньги можно купить обычный планшет. Однако для длительного чтения он будет менее комфортен, чем ридер на YING, а экраны на электронных чернилах с такой диагональю никогда не были дешевыми. Субтитры создавал DimaTorzok